Руки мелко трясутся от холода и страха. Спецназ вооруженных сил Украины, отдельный восьмой полк. Для этих бойцов элитного подразделения война закончилась. Сегодня их взяли в плен ополченцы. Никто не спрашивал. И когда мы предприятие бомбили, людей из шахты не вывезли. Эти претензии даже не им лично, просто наболело. Пленных не бьют, среди них было двое раненых, перевязали и отправили в больницу. Всего к ополченцам попали 9 украинских военнослужащих на границе между Луганской и Донецкой республиками. Тот самый Дебальцевский котел. Я тебе скажу одну правду. В Минске, когда я сказал, что, ребята, у вас есть котел Дебальцевский, мне устами одного из посланников Петра Порошенко сказали, что у вас котла нет в Дебальцеве. И все кто там сидит, находится, они нормально воюют, они нормально защищаются. Я говорю, если вы сдадитесь, вы будете жить. Ваш президент вас предал. Вы для него никто. Хоть у вас там 5 тысяч, хоть 50. Выдохнут Порошенко и кусок мяса. Эти солдаты сдались в плен сами. 101-я бригада, охрана украинского генштаба. Даже их Киев бросил в мясорубку Дебальцевского котла. Решение выйти с поднятыми руками принял вот этот лейтенант. Ему чуть больше 20. Боеприпасов нет, провизия тоже закончилась. В котле, в котле, что говорил командор? Наказал ничего, он думал. Что будете делать? Куда вы поедете? Где вы будете жить? Я же говорю, в ваши козы. Да дома он поедет. Одень шапку. Такое смысле все? Подумай. Местные жители стоят поодаль. К пленным не подходят. Ты будешь жить, накормить, напоить, нормально уложить спать. Пускай не поможутся. И дать им теплую одежду.